Дорогие коллеги, мы сегодня будем говорить о системе тестирования ТЭК-Калины, о ее истории, о том, как она возникла, система тестирования, о законодательной базе, которая существует в настоящее время, и, ну, будем вкратце, о том, как она развивалась, и остановимся на содержании. И это будет часть Майи Михайловны, она расскажет о содержании уровня. Ну, что я хотела бы здесь сказать? Я хотела бы сказать, что говорить о том, что система тестирования возникла из ничего, не приходится. Вот у нас книга, 71-го года издания, которая называется «Сборник контрольных работ по проверке речевых навыков и умений». Вот один состоятель, либо Майя Михайловна, насколько я понимаю, да, ты и у нас автор, один состоятель Майя Михайловна. И уже тогда мы представляли и были разработаны задания в виде тестов. Может быть, мы потом их совершенствовали, мы познакомились вообще с теорией тестирования, с тем, как составляются тесты в европейской практике. Но, тем не менее, это уже были такие первые наметки по системе тестирования. И мы, во-первых, контролировали четыре виды речевой деятельности, что не во всех системах делается тестирование. Например, мы работали с системой ECL, одной из европейских систем тестирования. Насколько я понимаю, их 12. И там, скажем, говорение не проверяется. Мы проверяли себе четыре вида речевой деятельности. И вот уже в 71-го года мы пытались проверять их в виде тестов. И в виде тестов по говорению, в том числе и по чтению. Вот с этого, собственно говоря, система тестирования и начиналась. Что произошло? Произошло следующее. Во время перестройки очень изменился состав учащихся, который приезжал. Это было первое. Во-вторых, понятное дело, что эта область стала рыночной, область преподавания русской языка, как иностранной. И все институты стали стараться открыть кафедры РКИ, не имея ни опыта, ни знаний по этому поводу. Приходили все время сюда делиться знаниями. Вот мы были кафедрой английского языка, а теперь мы будем преподавать русский язык как иностранный. Расскажите, как это делается. Понятно, что никакого формализованного подхода, никакого единого подхода к требованиям, с которыми должен поступать учащийся на первый курс института, не было. И мы решили, что мы должны вырубить эти требования, мы должны найти какой-то один, единый формализованный такой подход, разработать его. И мы задались этой задачей. Вообще, я хочу сказать, что методика преподавания русского языка как иностранного к этому времени была достаточно хорошо разработана. и мы готовили, она не была, конечно, такой коммуникативной, как сейчас, она не была такой личной деятельности, не была обращена к учащемуся. Учащийся, как мы сейчас говорим, не был объектом обучения. Но тем не менее, за год и даже меньше, чем за год, мы готовили наших учащихся к обучению на первом курсе, к учению с советскими тогда, с русскими студентами вместе. И к ним предъявлялись тоже достаточно большие требования. Но можно только сделать скидку на то, что некоторые из этих... То есть тогда готовить было несколько легче, потому что авторской индивидуальности в речи было меньше, особенно при преподавании общественных наук, и гуманитарных наук, ну, только что говорится об языке мотиватики, он, в общем-то, не изменился, да? Но тем не менее, вот авторской такой активности в речи было гораздо меньше. И подготовить, конечно, к клише, к пониманию клише, было гораздо легче, чем подготовить к пониманию спонтанной, такой живой, может быть, яркой авторской речи. Поэтому и требования наши несколько изменились, безусловно, и сейчас все каким-то образом меняется именно вот в сторону большей такой студенческой активности, особенно в восприятии речи, при восприятии речи, при восприятии спонтанной речи. Ну, вернемся к истории. Вот к истории мы, если мы возвращаемся к истории, то нужно сказать, что шли мы следующий путем. Значит, первым был написан абитуриент-тест, который был выполнен филологическим факультетом по программе университета. Это было в 92-м году, в 92-м году. Значит, он вызвал очень много мурика. Они, с нашей стороны, хотя это был пробный тест и был неплохой совершенно тест, в общем, достаточно неквалифицированно сделанный. Но нам, поскольку мы работали именно на том этапе, который вот доводит до этого первого уровня, и первый уровень для нас, конечный, скажем так, уровень владения был. Мы, конечно, наверное, практику знали лучше, были большими практиками в этом деле. И, конечно, мы накидали очень много замечаний. И филологический факультет, в частности, Любовь Павловна Клабукова, предложили, что давайте вместе, может быть, создадим эти тесты. И шли мы совершенно нетрадиционным путем. Мы создали тест первого уровня сначала, именно тест первого уровня. Над ним мы сидели очень долго. И мы пока при себе выдавливали такого вот преподавателя, именно в УНЗА, потому что мы понимали, что эти тесты должны быть рассчитаны на более широкий состав учащихся, нежели только те, кто готовится в УНЗА, что эти тесты должны быть универсальными. Ну, универсальные тесты, наверное, у нас не получились. Все-таки они больше ориентированы на учащихся, а не на, скажем, менеджеров, или журналистов, или психологов, скажем, которые просто изучают русский язык для того, чтобы потом где-то говорить по-русски в своей профессиональной сфере и общаться с русскими. Но, тем не менее, мы из года в год уже делаем варианты теста, мы все-таки старались делать их более универсальными. Сначала, значит, был создан тест первого уровня. Он вышел, вот он выглядел вот таким вот образом. Вышел он сначала в 97-м году вот таким вот образом. Это было наше изгнательство. И затем... Какое-то уровень? А1, А2? Это уровень Б1. Это уровень Б1. Вот я говорила, что мы пошли совершенно вот таким вот путем. Сначала мы создали тест, который мы считали наиболее важным, и который является итоговым. После него человек может учиться в УЗИ, скажем, да. И вот мы считаем, что он наиболее важный. Он действительно был наиболее важным, потому что появилось столько непрофессиональных организаций, которые непрофессионально готовили, соответственно. И студенты приходили, и в университеты, и в другие вузы, закончив, скажем, подготовительный факультет, где-то который только что образовался, да, не будучи подготовленными. И мы вот вынуждены были как-то эти требования унифицировать прежде всего вот в этом уровне. И этот уровень был создан. Он на самом деле сделан достаточно, мне кажется, квалифицированно. Потом он был издан практически в этом же году в Златоустье. Вот первым вышел именно трех уровней. Из него же потом были вычлены элементарный уровень, был базовый уровень. Это сделали мы здесь, вот тогда в Центре международного образования, сейчас в Институте русского языка и культуры. Мы, значит, сделали вот такие тесты, элементарный, базовый и первый. И затем мы стали, да, вот они выглядят так, у вас какой элементарный, да, элементарный. Вот элементарный, базовый, да, существует тест. И первый вот, а не такой базовый, да? Ну и первый такой же, да. И первый тест, вот три теста, которые вот здесь созданы, выстраданы. Ну, да, но мы считаем, да, что, конечно, мы и дальше должны совершенствовать. И язык меняется, и меняется информационное пространство. В связи с этим меняются потребности учащихся, прежде всего. Я уже говорила, что по сравнению с тем, чему мы учили, вот скажем, раньше, там, 20 лет тому назад, сейчас, конечно, некоторые требования к студентам изменились, потому что изменилось то, что, с чем они живут, и изменилась, может быть, сама система обучения в какой-то степени. Они должны быть более самостоятельными, должны себя уже на первом уровне чувствовать более свободными. в языке, нежели они раньше себя чувствовали, потому что, я еще раз говорю, очень много спонтанной речи. Ну, что сейчас вообще говорят исследования, исследования говорят о том, что 45% свободного времени человек тратит на восприятие, это исследование ЮНЕСКО, 45% времени человек тратит на восприятие звучащей речи. То есть информационное пространство очень агрессивное, оно заполняет практически все наше пространство. И в связи с этим стало говорящих меньше, безусловно. Это меняет некий баланс такой, который бы уже устоялся веками, скажем, но слушающих стало больше. И, в общем-то, получается, что звучащая речь вдвое или трое значительно зависит от ответа, там еще уйдет на все другое, от письма, от чтения и так далее. Скажем, письмо на самом низком уровне находится, чтение нахуй, хотя вот мы, Михаил, мы будем говорить о том, насколько оно важно, тем не менее, при обучении. Вот, значит, чтение, ну, несколько выше, да, говорение тоже еще несколько выше, но тем не менее, тем не менее, мы говорим о том, что вот уровень, процент, скажем, звучащей речи в нашей жизни, да, звучащая речь значительнее, да, весомее в три или в два раза остальных методов речевой деятельности. Поэтому, конечно, сейчас очень выросло требование к аудированию, вот, к восприятию речи, и это мы должны обучать, и, наверное, в следующих тестах мы должны этому уделить больше, скажем, внимания и сделать их более, может быть, трудными даже, то есть усилить несколько трудностей аудирования, да, по сравнению с тем, что это было. Это вот моя такая точка зрения, она совершенно устойчивая, и, в общем, связана с тем, что я по этому поводу писала, думаю и вижу в жизни, да. Ну, таким образом, после этого были созданы, после первого уровня был создан у нас элементарный и базовый, и дальше мы стали писать программу, мы написали программу первого уровня, для преподавателя, программу первого уровня вместе с логическим факультетом, опять же, на первом уровне, как бы поставили в обоих угла, и создали эту программу, затем мы написали требования тоже первого уровня, или тогда они называли стандартом, лексическим минимумом, и уже потом, опять же, мы выделяли элементарные, требования элементарного, базового, элементарного, базового и первого уровня требования, то бишь стандарты, лексический минимум, и мы создали вот такую вот программу вместе с еще тремя вузами, здесь участвовали четыре вуза при создании этой программы, и я считаю, что это некий бестселлер, в общем, в этой области, это лимбодидактическая программа по русскому языку как иностранному трех уровней, элементарный, базовый и первый, и вот мы это рекомендуем, в принципе, всем преподавателям, сейчас, ну, в 17-м году, хотя сейчас уже она сверстана, эта программа, выходит последнее ее издание, оно добавлено и исправлено, мы добавили, ну, собственно, уже и в этой программе существовал язык специальности естественно-технической, и гуманитарное существует слога и выделили структуры для изучения, ну, для привод, которые должны быть использованы при обучении языку специальности естественно-технической и гуманитарных наук. Вот эту программу мы очень рекомендуем, я еще раз говорю, что мы ее выполняем в четыре вузы, ее делали, и она такая вот маленькая, ее можно освоить, можно ее пользоваться, вот именно три уровня здесь собраны, да, она очень нужна, эта программа. Ну, вот таким вот образом, значит, мы шли, и вот были созданы все практически материалы, которые должны, переиздавались потом, ну, слегка мы, может быть, что-то дополняли, и мы писали второй вариант, скажем, когда мы вошли в ассоциацию лингвистов-тестологов Европы, это было практически с самого, ну, начало где-то в 80-х годах мы стали сначала ассоциированными членами, а затем просто членом ассоциации лингвистов-тестологов Европы. Наши уровни были приняты, их приравняли к А1, элементарно к А1, значит, базовая К2, первая К1, ну, и там дальше, да, они были признаны этой ассоциацией, и вот мы смогли говорить, что, в принципе, эти уровни могут быть и приняты в Европе, да, то есть наш сертификат, он может быть действительно и для Европы, и не должны как-то в Европе, то есть человек, который сдаёт на него, он может, собственно, представить его для работы в Европе. Вот, для этого, собственно говоря, было создано, то есть мы и вошли в эту систему, и был аудит этой системы, по-моему, первый уровень, да, он проявлял первый уровень, ну, были сделаны какие-то замечания, но они были сделаны достаточно незначительные, то есть, в принципе, наш первый уровень, наши условия, которые мы предлагаем, вот, Ассоциация лингвистов-тестологов Европы был принят, аудит был такой серьёзный. Ну, и дальше, вот, если говорить о законодательной базе, она развивалась, конечно, очень нерванно, очень тяжело, уже после того, как существовало лет десять системы тестирования, всё время со стороны властных структур, издавались такие возмыслы, что, вы знаете, вот, у нас нет тойфола, да, у нас нет системы тестирования, она уже существовала лет десять, да, и вот только, на самом деле, в четырнадцатом году был принят приказ, это был приказ Миноборнауки с 255 от 1 апреля 2014 года, значит, 255 приказ 1 апреля 2014 года, который настоящим приказом устанавливается в следующий уровень владения русским языком, как иностранным, да, и определяли шесть уровней, элементарный уровень семьсот восемь слов, базовый уровень восемьсот пятьдесят слов, затем, ой, извините, элементарный уровень семьсот восемь слов, ну да, базовый уровень тысячи триста слов, и первый уровень две тысячи триста слов, второй до десяти, активно шесть, третий двенадцать, активно семь тысяч, и четвертый двадцать, активно восемь тысяч слов, вот эти уровни были установлены, эти приказы, у меня, к сожалению, в презентации, вот вы видите, потерян элементарный уровень, он не потому что в презентации, потому что эта презентация, это приказ 2009 года, и в это время именно его потеряли, потом его очень долго восстанавливали, да, я сразу прошу прощения за то, что эта презентация предыдущая, скажем, да, но тем не менее определение уровней, дальше, пожалуйста, да, например, определение уровней вы можете посмотреть и в презентации, и они остаются, да, они остаются, только к этому добавляется еще элементарный уровень, вот, но дальше, значит, стало, ну, не так давно, да, несколько лет тому назад появилась необходимость создать тесты для трудящихся мигрантов с изменением нашей политической ситуации, с наплывом трудящихся мигрантов в Россию, появилась такая настоятельная необходимость, что мы, безусловно, на что мы и откликнулись, и были созданы тесты для мигрантов, значит, это, мы определили этот уровень, ну, уж нечто такое вот между элементарным и базовым уровнем, где-то 830 слов примерно, и ориентирован он был на социально-бытовую сферу, прежде всего, на профессиональные потребности этих мигрантов, на их профессиональные спроса, так далее, вот, были созданы типовые тесты, для мигрантов, они выглядели вот таким образом, сначала они были не комплексные, а просто тесты для мигрантов, а вот они, для трудящихся мигрантов, он назывался базовый уровень, но так мы вышли из положения, потому что элементарного уровня не было, в тот момент элементарный уровень до потери, и мы назвали его базовый для мигрантов, базовый для мигрантов, ну, как бы основной для мигрантов, но затем уже, вот это, 2013 год, да, затем уже, вот, выходит приказ 2014 года, все, значит, определяется, элементарный уровень возвращается на свое место, но создается новое задание, а именно создать комплексный экзамен по, не только по языку общего владения, русскому языку общего владения, но и по языку, то есть по каким-то основам законодательства и истории. И вот мы создаем вместе с историками опять тяжким трудом, потому что мы все время снижали требования историков и юристов, да, это было очень сложно сделать, но тем не менее мы понимали, что наши студенты, то есть не студенты, а что могут, то вы еще сами грамоте понимают, что нет, И, наконец, были уже созданы типовые тесты комплексному экзамену по русскому языку, истории России и основу законодательства Российской Федерации. Вот сейчас созданы такие типовые тесты, есть требования для мигрантов, тоже нами же созданы, и таким образом эта сфера тоже обеспечена материалами. Вот это было последнее, что создавало с нами именно требования и типовые тесты для мигрантов, именно к комплексному экзамену, включающему законодательство и историю. И, может быть, это нас отвлекло, конечно, от создания нового варианта типового теста, который нужен и который мы должны, безусловно, сделать. Вот это наша задача следующая уже, значит, учесть современное состояние разработанности современных тенденций языки, да, вообще требования современной жизни, достижения психологии, психологии и так далее, и создать новые типовые тесты с учетом всех этих аспектов. Ну вот, наверное, это основное, что я хотела бы сказать, но мне хотелось бы, чтобы Майя Михайловна дальше разведла все эти положения, которые мы говорим. Может, передуемся? Не упомянула о тесте по гражданству, да, он существует, правда, он был сделан достаточно давно, тоже был сделан, по-моему, РУДН, институтом Пушкина, и, ну, вот. У него, конечно, много для настоящего времени изъява, но он существует в единственном варианте и, в общем-то, действует, потому что желающих получить гражданство в последнее время достаточно много, и этот текст действительно нужен. Это еще одна лаконнат, которая вот у нас существует, и нужно работать, нужно зарабатывать его и создавать новый тест. Но, по-моему, не работает, и он существует. Я бы хотела продолжить вот сообщение для Росаны, но в плане того, чтобы рассказать о содержании наших тестов. Наш тест содержит пять субтестов, и этим он отличается от европейских тестов. В российской системе тестирования существует пять субтестов, и пятый субтест, это, но в наших тестах он первый, это тест по лексике и грамматике. Все дело в том, что вы, конечно, знаете, что русский язык – это фликтивный язык, в котором очень большое количество окончаний и очень много словоформ, которые зависят от своей позиции, предложений. Поэтому мы не могли обойти проверку, контроль этих умений, знаний в области грамматики и лексики, и не могли не представить их в тесте. Поэтому тест всегда у нас начинается с первого субтеста, который уносит название «Лексика-грамматика». Вот, например, в том, который вы видите перед собой, этот первый субтест состоит из шести частей и восьмидесяти заданий. Но потом мы немножко изменили его формат, и уже в напечатанном виде, вот такая книжка вышла, где есть три варианта элементарного теста. Три варианта уже. И в этом варианте мы сделали 70 заданий, и они состоят из четырех частей. То есть наш субтест состоит из четырех частей и семидесяти заданий. И, соответственно, время выполнения этого субтеста – 40 минут. Здесь мы раньше делали 50 минут. Но, в принципе, это не имеет значения, поскольку все основные категории грамматические и все трудности лексического порядка здесь представлены. Вот следующее в инструкции упоминание о том, что нельзя пользоваться словарем во время выполнения теста. Да, при выполнении всех субтестов мы предлагаем исключить словарь из деятельности, то есть тестируемых. Единственное, где остается у нас работающим словарь – это при чтении. Поскольку чтение – это тот вид речевой деятельности, который обязательно требует возможности посмотреть новую лексику в словаре. И там у нас это разрешается. Вот в этой части задания, там, где нужно проверить знания лексики учащихся, здесь у нас первое… Да, вот я хочу сказать, что когда мы дали эти тесты немецким школьникам, то у нас было, как бы сказать, на уровне одного предложения. Не было вот таких мини-контекстов, которые мы сейчас сделали. Но у нас школьные учителя немецкие попросили, чтобы тут были контексты какие-то небольшие, которые бы позволяли человеку немножечко прогнозировать сообщение. И где-то это было ему легче вставлять нужную лексику, а где-то это тоже каким-то образом ставило ему какие-то барьеры. Поэтому мы уже в наших тестах, и в том, который напечатали, и вот в этом, мы уже предлагаем какие-то мини-контексты, в которые он вставляет те лексические единицы, которые он иногда, так сказать, неправильно употребляет и сбивается в употреблении которых. Например, глагола, который требует, так сказать, пространственной реализации. Находится, живет, работает, учится. И тут мы говорим, мой отец учитель физики, он в школе. Вот здесь, конечно, он должен поставить В как правильный вариант. А красная площадь находится в центре Москвы. Все дело в том, что прежде чем начать тест, обязательно нужно обратить внимание, чтобы человек, допустивший ошибку, не чувствовал, что у него случилась катастрофа. Ну, например, а если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так. Мы ему показываем. Вот, допустим, Аня неправильный вариант ошибки. Он просто перечеркивает этот кружок и рядом ставит правильный вариант. Вот об этом обязательно нужно сказать с первого же предъявления теста, чтобы у человека было спокойно улучшать. Даже если он ошибся, он может эту ошибку исправить. Здесь трудность в использовании лексики в русском языке состоит еще и в том, что одни слова с одним корнем, простите, например, учишь, учишься, занимаешься, изучаешь, это довольно близкие слова по значению. И они вставляются в предложение в соответствии с тем контекстом, который человек читает. И дальше идут тоже глаголы «лежит», «стоит», «идет», «едет». То есть статика и динамика. Вот это как раз вызывает всегда трудности. Лежит, стоит это статическое состояние, и тогда у нас вопрос «где?», а идет и едет эта динамика, которая требует вопроса «куда?». Вот этих вопросов в некоторых языках просто нет разницы между этими вопросами, и нет такого вопроса «куда?». И вот поэтому это представляет трудность и остается здесь. Следующие глаголы, например, «говорю, понимаю, читаю, показываю», тоже вот те глаголы, где учащиеся могут спеваться. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели немножко дальше, и посмотрите вот на позицию 15 и 16, в которой им нужно, учащимся, нужно выбрать правильную лексическую единицу среди однокоренных слов «русский», «русский», «по-русский» и «русский язык». Все дело в том, что в зависимости от того, наречие ли это по-русски, или это будет определение «русский», и все словосочетание «русский язык», все это будет в зависимости от контекста предложения, будут вставляться разные слова. Поэтому мы их тоже включаем в тест, поскольку здесь бывает достаточно много ошибок. Мои друзья говорят, что я уже хорошо говорю абсолютно необходимо на речи «как» по-русски. Очень часто учащиеся говорят, что я уже хорошо говорю русский язык. Это даже вот есть, у нас есть такие ошибки, которые допускали немецкие школьники, там это была достаточно частая ошибка. Иван приехал из России, он, тут нужно просто определение национальности человека, он русский. Дальше вот тоже идут слова однокоренные, спорт, спортсмен, спортсменка, спортивный. Опять-таки, здесь от того, какая лексическая единица необходима в контексте фразы, вот он должен выбрать из этих однокоренных слов, слово, которое будет. Вот обратите внимание, что когда мы говорим о лексическом минимуме 780 слов, то мы не учитываем вот это богатство словообразовательных моделей в русском языке. Поэтому, если он знает одно слово «спорт», то мы можем добавить еще три слова, которые он может знать, если мы у него развиваем потенциальные слова. Поэтому даже говорят, что если у него будет 780 слов в лексическом минимуме, то он может знать в два раза больше в потенциальном словаре слов. Или, допустим, если он знает 1300, то совершенно спокойно говорят о том, что в базовом уровне он знает 2300 слов. Вот поэтому это очень важно развивать такой потенциальный словарь. Дальше идут тоже лексические единицы, которые вызывают трудности. Следующей частью проверки будет умение учащихся правильно выбрать лексическую единицу и правильно выбрать необходимую лексическую единицу, которые согласуются, поскольку это определения и представленные прилагательными, они согласуются с существительным, вроде и числе. Поэтому мы даем такой небольшой контекст, в котором нужно вставить эти определения. Около моего дома построили центр отдыха. Вот здесь нужно совершенно определенно научить учащихся смотреть, если у нас здесь есть прилагательные, то нам нужно смотреть на то существительное, с которым это прилагательное согласуется. Центр отдых может быть центр только какой. Поэтому мы берем из 41-й позиции новый центр отдыха. Не может быть ни новое, ни новое, ни новое. И так далее. Допустим, утром дети смотрят там мультфильмы. Значит, утром дети, значит, это множественное число. Вот это вот и число. Вот здесь множественное число совершенно необходимо. Здесь множественное число, сразу мы видим Г, правильные позиции. Смотрят там 43-я позиция. Тоже мультфильмы. Если это множественное число, значит, мы опять-таки смотрим интересные мультфильмы. Вот в тех упражнениях, которые будут делать учащиеся в учебниках, обязательно надо научить их смотреть на существительное, которое является здесь, можно сказать, главным действующим лицом, от которого зависит род, число и падеж прилагательного. Так как это входит в тематику программы элементарного уровня, мы предлагаем в тестах то же самое упражнение на выбор необходимого прилагательного. В следующей части мы видим, что здесь проверяется уже предложенная падежная система. Здесь четыре позиции, связанные с определенными падежами. Для того, чтобы человеку было и легче, и понятнее, как быстрее выбрать нужную падежную единицу, мы предлагаем ему опять-таки небольшой контекст, в котором он должен выбрать правильную падежную единицу. В субботу я встретился. Вот тут нужно сказать, что при знакомстве с русскими глаголами обязательно нужно говорить о том, что каждый русский глагол, он основополагающий в нашей фразе. И поэтому все зависит от глагола, как будет дальше развиваться предложение. Поэтому как только глагол мы видим «встретился», то учащийся, что называется, в его ментальном пространстве обязательно должен возникнуть вопрос «с кем?». Другого не может быть. И поэтому «встретился» в 47-й позиции, он будет искать «с кем?». Вот если он научен правильно, то он первые три слова «подруга», 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 он даже будет просматривать, быстро пробегать и будет искать ответ на вопрос «с кем?». Следующее предложение, ее зовут Наташа. Мы гуляли, опять-таки, вот гуляли, может быть два вопроса. Где гуляли, может быть с кем? Здесь гораздо труднее ситуация. Поэтому гуляли, он должен прочитать в 48-й позиции все данные сочетания предложенные. По Москве в Москве, а Москве в Москву. Вот можно сказать, мы гуляли по Москве, и это будет достаточно правильно. Вот мы гуляли по Москве. Иногда на элементарном уровне часто встречаются и «мы гуляли в Москве». Я хочу сказать, что здесь вот эта ошибка, которая может быть допущена на элементарном уровне, и поэтому вот в позиции здесь «по Москве в Москве, а Москве в Москву» можно было бы дать другую просто какую-то позицию для того, чтобы это не сбивало его. Но на самом деле действительно, если он на элементарном уровне будет правильно вставлять эту позицию, то значит он достаточно хорошо знает язык. Подруга сказала, что ей нужно купить подарок. Купить подарок, когда мы даем дательную поддержку, то обязательно дарить и подарок сочетается с вопросом к тому. Поэтому во всех позициях 49-х сестра, сестре, сестры, сестры, конечно, он ведь должен искать ответ на вопрос, кому он ищет сестры. Так что я хочу сказать, вот когда речь идет о том, что нужно натаскивать как бы на выполнение теста, то работа совсем состоит не в том, чтобы его натаскивать, не надо натаскивать. Но надо абсолютно точно знать, что глагол необходимо знать с его управлением. Как только человек знает глагол, он обязательно знает, если читать то, что, о чем, кому. То есть обязательно вся презентация предложенно-поддержанной системы обязательно соотносится с тем необходимым набором глаголов, которые человек усваивает и который должен знать те литрические единицы, которые могут следовать в соответствии с этим вопросом глагола. Поэтому не натаскивать нужно, а нужно отрабатывать правильное, так сказать, использование глагола в любых ситуациях. Так, следующее задание. Это четвертая часть, в которую мы переходим в глагольные системы. Все дело в том, что в русском языке, в принципе, довольно нетрудная система глагольная. Она имеет всего пять форм. Три несовершенного вида и две совершенного вида. Но это одна из самых трудных тем, категорий в грамматике русского языка. Все дело в том, что это связано с тем, что нет алгоритма использования видов глаголов. Вот нет такого жесткого алгоритма, где мы говорим, если то. Тут очень много вариаций. Поэтому вот постижение, употребление видов глагола приходит очень постепенно. Но уже даже на начальном этапе человек уже должен различать время и видовую форму глагола. Поэтому вот это видовременные отношения проверяются в этой части тестирования. Вот у нас глагол «в прошедшем времени» есть «дарил, подарил» и «подарю» в будущее время. Вот все дело в том, что «дарил» и «подарил» – это уже первый труд, который человеку представлено. «Завтра у моей сестры день рождения, я ей красивые цветы». Что он может сказать? «Дарил» в прошедшем времени. Это же тут у нас есть ситуация, которая говорит о том, что все это действие переносится в какое время? В будущее. Значит, вот это «дарил» и «подарил» сразу отпадает. Если у нас есть «завтра». Вот если человек это читает и воспроизводит эту ситуацию, то значит, все это будет в будущее время. И только одна форма здесь будет – «подарю». Тогда он рассуждает абсолютно правильно. Во втором предложении. Антон изучает французский язык два года и уже хорошо по-французски. Если он изучает. Вот здесь есть так называемая подсказка. Ну, не все учащиеся сразу понимают, что это подсказка. Но если мы говорим «Антон изучает», то это ситуация настоящего времени. Если он изучает, значит, уже хорошо. Мы не можем сказать «понимал» или «понял» один раз. А именно тот же самый процесс. Изучает или понимает. Поэтому я хочу сказать, вот когда говорят, опять-таки, о натаскивании глаголов, не надо никак натаскивать, а надо разбирать ту ситуацию, в которой предлагается использовать тот или иной глагол. И вот здесь как нельзя лучше использовать ошибочный материал, который дают учащиеся. Когда человек ошибается, то очень хорошо разобрать ту ошибку, которую он допускает, и объяснить ему, в чем она состоит. Тогда человек лучше начнет соотносить ситуацию с тем глаголом, который ему нужно употребить в этой ситуации. Так, следующая часть. Так, следующая часть. Это пятая часть. Опять-таки, здесь представляются глаголы движения. Это еще одна наиболее трудная тема в русском языке. И эту тему мы уже начинаем на первом этапе работы с русским языком. И вот тот небольшой набор глаголов движения, с которыми человек знакомится на этом этапе, вот и представлен в контроле, в тесте. И в этой части без контекста абсолютно не взобойтись. Потому что русские глаголы движения очень часто могут быть использованы в одной и той же ситуации, но может быть и один глагол, и второй глагол, и третий глагол, в зависимости от этой ситуации. Поэтому вот контекст здесь необходим, и в этом контексте мы начинаем правильно использовать глаголы движения. Все дело в том, что наше, так сказать, представление глагола движения на элементарном уровне очень ограничено. Мы даем различение между однократными и многократными глаголами и тихообиль, мы даем разницу между глаголами пешком и на транспорте, и очень небольшой набор приставочных глаголов. Это начало пошел, и конечная позиция пришел, когда человек там находится, где был, и с небольшими такими ситуативно значимыми использованиями глагола, когда человек говорит вошел-вышел, и можно войти, можно выйти. Очень небольшой набор глаголов движения в этой части программы. Поэтому не нужно здесь ничего, так сказать, придумывать и каким-то образом расширять их представление. Надо отработать то, что есть. Поэтому вот контекст в этом году я и мои друзья решили на юг. Решили, что сделать, да, в принципе, опять-таки, вот он должен задать себе вопрос. Решили, обязательно идет действие какое-то результативное. Решили, что сделать. Пойти, поехать, ездить. Пойти на юг. Говорят такое, это ошибка вполне допустимая, потому что во многих языках не различается это движение без транспорта и на транспорте. Здесь у нас очень хорошо, можно на их ошибки обязательно вот это еще раз показать и отработать. Когда он будет пойти на юг, то преподаватели просто будут, как пойти, это же очень долго, пешком идти. Ну, они все радостно смеются, и потом тогда они говорят, нет, нет, транспорт нужен. Да, тогда следующий глагол есть «поехать». Ну, поехать, наверное. И уже, если он вставил глагол «поехать», то следующий глагол ему есть, можно уже даже не читать и не смотреть. Вот на этом тоже нужно научить людей экономить время при тестировании. Потому что очень многие читают просто как привыкли все читать подряд, надо все читать подряд. А время-то уходит, время очень большой показатель в контроле. Второе предложение. Мы на поезде два дня и там мечтали о теплом море. На поезде, значит, у нас есть, предлагается им глагол, ехали, ходили, ездили. Вот он сразу говорит «на поезде», значит, ехали. Значит, следующие два глагола мы можем просто не читать. И этому как раз надо учить. Не натаскивать их, когда что использовать, а вот учить. Если ты нашел правильную позицию, то остальные можно сэкономить время и посмотреть, или быстрее пропустить. И когда мы в город Сочи, там была прекрасная солнечная погода. Вот когда мы в город Сочи, значит, он говорит «куда?», да? И смотрит на 71-ю позицию, когда говорит «пошли, пришли, приехали». Вот не «пошли» — это начало. Значит, здесь у нас нет начала. «Пришли» — это пешком. И, наконец, нам здесь нужен только глагол «приехали». Вот здесь ему «хочешь, не хочешь», нужно обязательно внимательно прочитать все три глагола. Он должен оценить эту ситуацию и найти правильный вариант. Таким образом, то, что эти глаголы движения, конечно, представляют достаточно трудную категорию в русском языке, но если мы будем к ее реализации подходить постепенно и объяснять ситуацию и позицию человека, который находится в той или иной ситуации, и соотносить это с правильным глаголом «движить», то постепенно человек будет овладевать этой категорией и будет достаточно хорошо владеть ее. И последняя часть, которая у нас есть, это использование союза в сложных предложениях. Это уже достаточно понятная вещь, и тут тоже использован небольшой микроконтенкт. Вот на этом заканчивается наш первый субтест — это лексика и грамматика. Вот эта форма работы, первый субтест, который называется лексика и грамматика, проходит по всем нашим тестам. И даже когда обсуждался этот вопрос на одной из конференций Ассоциации лимбристов-тестологов Европы, то ни у кого из тех, кто хотя бы немного знал русский язык или пытался когда-то изучать его, это не вызвало никаких вопросов. Они не стали возражать, потому что мы сказали, что вот, допустим, в тестах сападных языков, ни в немецком, ни во французском, ни в английском, ни в испанском, нет субтестов по лексике и грамматике. Лексика и грамматика может быть представлен в текстах на чтение, в текстах на аудирование и в текстах, которыми человек может пользоваться при говорении. Но все были согласны с тем, что достаточно трудный, такой фликтивно богатый язык, как русский язык, конечно, нуждается в таком хорошем знании, в хорошем представлении грамматической категории и знании, как использовать эту категорию. Поэтому этот субтест у нас остался во всех тестах, начиная с элементарного уровня и кончая с четвертым уровнем. Так, дальше у нас идет следующий тест. Все? Все? Я не знаю, это ваше решение. Я еще должна сказать немножечко, хочу, что у нас есть аудирование, чтение. А что же мы так говорим? Нет, конечно, я просто вам очень ограничена. Нет, нет, вы не ограничены. Есть некая недосказанность, можно сказать. Аудирование? Да. Вот. Следующий. Там дальше чтение у вас идет, да? Если вы... Вот второй. Аудирование. А, вот себе. А, чтение, вот. А, вот это аудирование. Ну давайте возьмем аудирование. Следующий субтест. Дело в том, что вот в этом варианте субтест по аудированию был третьим. Но вот в варианте, который представлен в этой книге, тест по аудированию, это второй. Это не имеет никакого значения. Сначала они выполнят тест по аудированию или потом. Дело в том, что аудирование – это один из самых трудных видов речевой деятельности, потому что, ну вот, как говорят все лингвисты, и вот одним из таких лингвистов, который очень много занимался фонетикой русского языка, Роман Яковсун, говорят о том, что когда мы знакомимся с фонетикой языка и в чистом виде воспроизводим звуки данного языка, то потом эти все звуки или фономы данного языка в слове очень сильно меняются. И потом по этому слове они становятся почти неузнаваемыми. И в русском языке, где основная такая характеристика гласных – это ударение и выделение ударного слога, и абсолютно несколько другое по количеству и по качеству звучания других гласных, получается, что действительно очень многие морфемы, звуки и слоги немного изменяются в слове. Поэтому это становится очень трудным видом речевой деятельности – аудирование. И во многом это зависит от того, с кем ты говоришь, от твоего партнера. Один так говорит в одном ритме, другой в другом ритме, третий еще как-то меняет вот эту речевую огласовку. Поэтому человеку, воспринимающему речь, это довольно трудно. Поэтому аудирование как необходимый совершенно субтест в общей системе контроля присутствует. И вот мы видим в инструкции по выполнению субтеста время здесь всего 25 минут. Действительно, больше слушать человек уже не может. Тест состоит из четырех частей 20 заданий. И вот эти 20 заданий в 25 минут человек может выполнить. При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. Но, как я уже сказала, это действительно, у него и времени нет на это. И после каждого прослушанного сообщения или диалога нужно выполнить задание, выбрать правильный вариант ответа и отметить соответствующую букву в матрице. Вот все дело в том, что после каждого диалога есть несколько секунд, ну там 5-7 секунд, которые даны для того, чтобы человек осознанно повторил про себя то, что он услышал и отметил необходимое, необходимое ответное, или, так сказать, сообщение о том, о чем он прослушал сообщение. Все дело в том, что вот аудиотексты, еще одно, так сказать, условие учебного аудирования, они здесь звучат два раза. Два раза звучат тесты на элементарном уровне, два раза звучат тесты на базовом уровне. Начиная с первого уровня, В1, сообщение тестов звучит только один раз. Вот это, так сказать, мы постепенно таким образом приближаемся к нормальному темпу речи и к нормальному предъявлению, потому что при аудировании никто не повторяет одно и то же сообщение несколько раз. Вот первое задание с первого по пятому мы предлагаем послушать сообщение и задание к ним. Выберите из трех вариантов тот, который по смыслу соответствует услышанному сообщению. Все дело в том, что при аудировании человек незеркально отражает то сообщение, которое он слушает. Он каким-то образом воспринимает смысл прослушанного, и этот смысл может быть представлен ему во его внутренней речи несколько по-другому. И поэтому вот это умение представить смысл по-другому, это умение тренируется и должно каким-то образом формироваться у человека в процессе его обучения аудирования. Можем мы показать, как аудирование? А, сам звук. Звук. Может, наверное, по-свук? Нет. Сейчас мы попытаемся вам представить, как это звучит. Тест по-русскому языку, как иностранный. Базовый уровень. Субтест 2. Аудирование. Хотя это базовое, но неважно. Часть 1. Задание 1. 7. Прослушайте сообщение. Выберите из трёх вариантов А, Б, В тот, который по смыслу соответствует услышанному сообщению. А, Б, В спортивном клубе можно заниматься разными видами спорта. А, Б, В спортивном клубе можно заниматься разными видами спорта. А, В спортивном клубе можно заниматься рисованием. Б, В нашем спортивном клубе сейчас летние каникулы. В, 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 В спортивном клубе можно заниматься плаванием, футболом и теннисом. Два. Лекции по русской литературе каждый вторник проходят в Большом читальном зале. А, каждую субботу вы можете слушать лекции по русской литературе в Большом читальном зале. В. В. Студенты с интересом слушали лекции по русской литературе 20 века. В. Во вторник студенты всегда слушают лекции по русской литературе в читальном зале. Три. Экзамен по русскому языку будут сдавать все студенты. А. Через неделю будет экзамен по русскому языку. В. Декан сказал, что все должны сдать экзамен по русскому языку. В. Преподаватель сказал, что экзамен по русскому языку очень трудный. Достаточно. Спасибо. Таким образом, вы посмотрели, как это будет представлено при прохождении теста. Затем следует в аудировании следующее задание. Это нужно прослушать диалоги и определить, где разговаривают эти люди. Для того, чтобы человек представлял рамку, в которой происходят эти события. Тогда человеку, когда он представляет эту рамку, этот фрейм, где это происходит, человек говорит, это в метро, это на улице, это в автобусе и так далее. Вот когда человек воспринимает какое-то сообщение, он немного представляет себе ту ситуацию, те рамки, в которых это происходит. Дальше, в следующей части, представляется матрица, в которой люди будут заполнять ответы на вопросы. И вот если у нас там будет какое-то сообщение, то, допустим, там будет диалог, в котором достаточно большой диалог представлен. Немножко подальше, пожалуйста. Еще подальше. Вот здесь слушают информацию, в которой они могут прогнозировать ее продолжение. Послушайте информацию о фестивале детских театров и выполните задание. Во-первых, здесь они представляют уже установку, информация будет о фестивале детских театров. А затем они прослушивают сообщение, в котором они могут закончить его. Десятый всемирный фестиваль детских театров будет, допустим, в России. Это они выбирают прослушив текст. И следующее задание. Вот так выглядят матрицы. И человек, который отвечает на вопросы по матрице, он отмечает тот пункт, который соответствует тому, что он услышал, что он прослушал. Можно идти дальше. Следующий тест в этом наборе, это тест по чтению. А где у нас там чтение? Это он там номер? Да. Есть тест по чтению. Вот. В этом тесте, мы говорим, время выполнения субтеста 45 минут. Из пяти частей состоит тест 30 заданий. И при выполнении субтеста можно пользоваться словарем. Я хочу сказать, что это, с одной стороны, где-то провокация. Потому что, если человек начнет пользоваться словарем, у него не будет времени, чтобы за 45 минут выполнить все задания. Поэтому сразу можно сказать, что пользоваться словарем можно только в самом необходимом случае. А в принципе, по чтению представлены тексты, смысл которых человек может вычленить, не заглядывая в словарь. И вот этому тоже нужно учить, что есть обязательная лексика, которая, так сказать, может просто быть проходной и на которую можно не обращать внимания. И последнее, первое задание, которое здесь представлено. Прочитайте объявление, скажите, где, в каком месте можно увидеть или прочитать эти объявления. Выберите правильный вариант ответа и отметьте его в контрольном листе. Вот читают люди. Уважаемые пассажиры, сумки, чемоданы и другие тяжелые вещи вы можете сдать в камеру хранения. Где это объявление он может прочитать? Ну, конечно, не в читальном зале. На стадионе, в кафе, в театре, на почте, в рекламе, на вокзале. Вот это первое, что он должен отметить. На вокзале. А уважаемые посетители, фотографировать и трогать руками картины нельзя. Какое слово здесь им подсказывает, что это в музее? Конечно, слово «картина». Вот, и здесь он достаточно быстро должен найти ответы. Здесь пять вопросов, пять объявлений. А здесь гораздо больше представлено мест. Некоторые, так сказать, просто не будут отмечены. И не надо не обращать на это внимание. Следующее задание. Часть вторая. Познакомьтесь с ситуациями, прочитайте предлагаемые варианты ответа, выберите правильный вариант. Отметьте его в контрольном листе. Какие телепередачи вы будете смотреть, если вы хотите знать все новости дня? Он читает «Докшоу», «Я и моя собака», «Время», «События», «Люди». Вот он здесь может спокойнее сказать «Да, это шестое Б». А дальше он читает «Погода на завтра, домашняя библиотека, гораздо быстрее, не обращая на это внимания». Или если вы хотите знать, будет завтра дождь или нет. Что он читает? Он уже об этом прочитал «Погода на завтра». Так что это, конечно, умение читать и быстро находить то издание, книгу или газету, или название какое-то, которое будет соответствовать этой ситуации. Опять-таки это зависит от того, как быстро и правильно он прочитал левую часть сообщений. Так, пожалуйста, следующая часть. Прочитайте статью, прочитайте статью, определите, о чем пишут в каждой статье. Когда человек читает, он всегда смысл вычленяет, смысл того, что он читает. И этот смысл у него в голове сохраняется в каком-то таком концентрированном виде. Вот, если он прочитал первое сообщение, то он может сказать, что в статье пишут о летних каникулах, об интересной выставке, о профессиональных художниках. Вот здесь говорится об интересной выставке. Вот он быстро нашел то, чему соответствует эта статья. И здесь вот все эти сообщения о каких-то событиях, здесь представлены в таких небольших рекламно-информативного типа сообщениях, где бывает от 30 до 50 слов. Так, и следующее. Дальше, дальше. Это все тема сообщений. А вот последнее. Прочитайте текст и выберите информацию, которая соответствует содержанию текста. Поэтому здесь текст о словарях, и дальше он отмечает задание, пожалуйста. Да, и дальше он отмечает то, что соответствует тексту, который он прочитал. Это уже текст более развернутым, в котором, да, 150 слов, которые он читает и отмечает все содержание текста в этих контрольных заданиях. Вот таким образом выглядит тест по чтению. Затем в тест входит... Можно это... Дальше. Это просто более длинный текст, но то же самое. Дальше есть тест по письму и говорению. В письме человеку предлагают написать... Это можно дальше... Там, где письмо... Если у нас... Да. Вот в письме человеку за 40 минут предлагается выполнить одно задание. Задание звучит так. Вы будете изучать русский язык в Москве и жить в русской семье. Вы знаете, что вашу русскую хозяйку зовут Ольга Ивановна. И напишите ей письмо и расскажите о себе. Вот опорные вопросы подсказывают ему, как сделать это письменное сообщение. Как написать это письмо. Вот он должен научиться писать. Начало письма нужно сказать здравствуйте. Потом надо сказать, что я буду изучать русский язык, и вот я буду жить в вашей семье. Я хочу рассказать о себе. И потом он пишет все, что... Вот о чем здесь помогают ему вопросы написать это. И потом он задает три вопроса этой хозяйке. И потом ему говорят, что в вашем письме должно быть не меньше 15 предложений и 5 вопросов. Вот это то, что ему предлагается сделать за 40 минут. Таким образом, тест по письму содержит одно задание, и он за 40 минут должен его выполнить. И последнее это тест по говорению. Включает несколько заданий. Задание выполняется без предварительной подготовки. Действительно. Вам нужно принять участие в диалогах. Вы слушаете реплику. Преподаватели отвечаете. Если вы не можете дать ответ, не задерживайтесь. Слушайте следующую реплику. Вы должны дать полный ответ. Ответы да и нет не являются полными. Поэтому, когда учащийся садится к экзаменаторам, а экзаменаторов, как правило, 2 или 3 человека, а один из них начинает вести с ним беседу. И вот первое задание – это ответить на предлагаемые вопросы. Скажите, пожалуйста, какие иностранные языки вы знаете? Ну, можете сказать, какие языки вы знаете. Вы любите играть на компьютере? Какая ваша любимая игра? И так далее. Здесь у него 5 вопросов. Следующая часть вопросов. Следующая часть вопросов. Здесь даются какие-то ситуации, в которых он может начать диалог. Скажите, пожалуйста, почему вы изучаете русский язык? Вот в этой ситуации что он будет говорить? Почему он приехал учить русский язык? Почему он начал его учить, может быть, в стране свою? И так далее. И вот это тоже просто вариант второй диалог, который ему предлагаются вопросы, на которые он должен ответить. Да, а вот дальше, пожалуйста, это вариант третий, тоже такие же вопросы. Четвертый, чтобы не каждый одно и то же повторял. Конечно, тут вот существует 5 вариантов. А вот здесь идет второе задание. Когда человеку предлагается ситуация, в которой он начинает диалог. Вы опаздываете в кино, у вас нет часов. Спросите у человека на улице, сколько времени. Или вчера вы не были на занятиях, объясните преподавателю, почему. То есть он должен сказать, извините, пожалуйста, вот со мной вчера я не мог прийти, потому что там кто-то, кто-то. Третий, вы хотите познакомиться по интернету. Что вы спросите у нового друга или подруги? Это вот так, как это происходит. Значит, первое задание – это ответить на вопросы, которые вам предлагаются. Второе задание – вам предлагается ситуация, в которой вы начинаете диалог. И, наконец, третье задание, которое он выполняет по говорению, ему предлагается определенная тема. Тема может быть или расскажите о себе, или расскажите о семье, или расскажите о городе, в котором вы живете, или расскажите о том, как вы занимаетесь, как вы изучаете русский язык, или, например, что вы любите делать в свободное время. То есть вот эти три задания, которые совершенно необходимы, присутствуют в каждом из тестов. В тестах на более высоком уровне, на базовом и так далее, на первом уровне обязательно присутствует текст, который он читает и основное содержание которого он воспроизводит. Вот умение воспроизвести то, что ты прочитал – это одно из тех умений, которыми человек вообще обладает, и с которыми человек знакомится и формирует их с самого начала, как только он приходит в школу. Мы очень много передаем сообщений из того, что мы слышали, читали или видели. Вот таким образом каждый тест состоит из пяти субтестов, и вот таким образом строится тестирование на каждом уровне. И на элементарном уровне это все происходит в один день. Уже начиная с базового уровня может быть два дня. Допустим, в один день мы выполняем субтест по лексике и грамматике, по чтению и аудированию, а во второй день мы выполняем тест по говорению и письму. Таким образом выполняются все тесты по русскому языку в нашей системе тестирования. Конечно, я хочу сказать, что вот еще одна информация, которую бы я хотела донести, а именно, что вот оценка выполнения тестов рецептивного характера, то есть лексика, грамматика, чтение, аудирование, выполняется по молодецам. И так как наш тест критериально ориентирован, он ориентирован на стопроцентное выполнение. Но необходимой и достаточным считается выполнение на 66%. Вот если человек выполнил из того набора заданий, которое есть на 66%, он считается, тест считается выполненным, и это считается удовлетворительное выполнение теста. Хуже обстоит дело, не хуже, а просто труднее оценивается продуктивные виды речевой деятельности, именно письмо и говорение. И к письму, и к говорению существует шкала, которая показывает, как оценивать этот тест. И здесь на первое место выходит адекватность того сообщения, которое он выполняет по заданию. Во-вторых, его логика и связность сообщения. И третья особенность – это коммуникативно значимые и коммуникативно незначимые ошибки. Коммуникативно значимые ошибки – это те ошибки, которые ведут к сбою в понимании смысла сообщаемого. Вот если я не могу понять или я могу понять и так, и так, это сообщение, это считается коммуникативно значимой ошибкой. Все ошибки в управлении, в сбое времени глагола, спряжение – эти ошибки считаются коммуникативно незначимыми, и они оцениваются в 0,5 балла. Потом это все подсчитывается и высчитывается из 100%, сколько человек выполнил правильно в субтестах. И если он выполнил на 66%, то тест считается выполненным. Шкала и по письму, и по говорению обязательно присутствует в той книге, которая предлагает тест. Вот есть тесты, и здесь есть шкала по письму, и шкала по говорению. Посмотрите, пожалуйста, вот есть такая шкала, вот, где тут, видите вы или не видите, видите, да? Вот видите, адекватность решения коммуникативной задачи, то есть соответствует той теме, которую вам предложили. Вот все это перечисленное – это контрольный лист экспертной оценки к первому, второму заданию. Это к заданию ответные реплики и ситуации, в которой человек должен начать диалог. Вот здесь идет 6 баллов за каждый ответ. 5 на 6. 5 позиций, 5 вопросов на 6. Если правильно, он получает 30 баллов. Если один из вопросов неправильный ответ, он получает минус эти 6 баллов, которые здесь есть. А задание 2, там, где ему нужно начать диалог, он тоже получает 5 на 6 – 30 баллов. А здесь, когда он какую-то тему рассказывает, то все тематическое сообщение оценивается в 60 баллов. А вот это все – или минус баллы, или плюс баллы. Все. И вот таким образом я хотела вам показать, как строятся наши тесты. Эти тесты строятся по такому же формату, начиная с элементарного и кончая в 1. Таким образом, формат тестов существует от первого элементарного уровня и до последнего уровня, близкого к уровню носителя языка. Желаю вам успехов в изучении русского языка. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok